Друзья, в магазине Гамазавр прямо сейчас идет скидка на игру Dishon R2. Прямо сейчас делайте призаказ всего лишь за 1485 рублей. Ссылки в описании. Обязательно загляните. gamazawr.ru. Лучшие цены и новинки. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Сеноварим, а сегодня у нас очередная серия игры под названием Цивилизация 6. Судя по вашим лайкам и дизлайкам, вам очень сильно понравился первый взгляд, там где-то около 70 тысяч просмотров, мне кажется, я набрал. Поэтому я все-таки решил посмотреть еще раз, вам показать эту игру. Да, я не совсем умею играть в эту игру, но это не говорит о том, что я не должен ее снимать. Ну, как бы, вот так. Там да, там очень много стариков появилось, говорят, Римас ты это неправильно сделал, Римас ты то неправильно сделал. Друзья, я не показываю, я не снимаю видео, чтобы показывать, как надо играть. Мне предоставили ключ разработчики, игра выйдет в конце октября, где-то, да, где-то 20 с чем-то там числах, кажется. Моя задача показать, что это за игра, стоит ли ее покупать. Многие говорят, что здесь графика плохая, а некоторые говорят, графика хорошая. То есть, моя задача именно показать вам эту игру. А там дальше больше, то есть, вы уже будете сами решать и лучше меня будете играть уже сами. То есть, вот как-то так. Я надеюсь, вы поняли намек, да? Ну да ладно, давайте все-таки создадим новую игру, сложився, ставим простую. Скорость поставим быструю, чтобы намного быстрее мы смогли освоить, оценить, вернее, возможности этой игры. Ну и, конечно же, выбрать размер карты. Можно, в принципе, стандартную карту сделать. Вполне вероятно, мне кажется, нормально. По поводу новых фракций и рас и так далее. То есть, скоро появятся и арабские, и славянские фракции. Не переживайте, это у нас пререлизная версия. То есть, это не полная еще игра. То есть, очень много чего очень не хватает в плане выбора разных фракций. Так что, не переживайте. Ну да ладно, давайте мы все-таки с вами выберем Скифию. Я хочу ее как-то попытаться все-таки ее развить. Можно посмотреть у Скифии какие плюсы и минусы. Убийца Кира. Все ее юниты получают плюс 5к к боевой мощи при атаке поврежденных юнитов. А при устранении юнита восстанавливают до 50.03. Это я честно не понял, что это такое. Так, конные лучники. Ну понятно, да Скифия, все дела. А это их уникальный скифский юнит. Быстрый дальнобойный юнит. А античности. Ну и, собственно говоря, курган. Позволяет строителям создавать курганы только скифом. Поехали! Надеваем шлемы. Всем приятного просмотра. Возрождение жизни в морской глубине. До гигантов каменного века. К первым шагам человека прошел ваш путь. Начинается величайшая эпоха, которая поведет вас от колыбели цивилизации к далеким звездам. Все народы содрогнутся от страха и почтения. О королево-воительнице Тамирис. Оседлайте могучего скакуна и поведите вперед народ скифов. Великие легенды будут сложены о всадниках, пересекающих степи. И в каждую битву их будете вести именно вы. Вперед, могущественная королева! Пусть друзья будут верны вам, а враги падут. Она, кстати, с характером. Это тетя. Она довольно такая хорошая. Я когда играл после первой серии, я немного поиграл, конечно же, в игру. Оценил ее. И вот она меня чуть не слила. Я, правда, там попробовал на почти очень высоком уровне с лошади перед последней. Там вообще мне вынесли просто. Я просто хотел оценить ситуацию. Хотел оценить возможность. Так, ну что, давайте тогда начнем. О, да здесь у нас лошади, оказывается. Это у нас стратегический ресурс. Невероятно. Да, я признаю то, что графика довольно такая простая. Ну, ребят, игра не про графику. Игра про геймплей. Игра про то, как ты должен развивать своих... Ладно, хорошо. Хватит уже об этом вдохновлением. Так. Все-таки я, наверное, начну нанимать разведчиков сначала. А воинов оставим у себя. Посмотрим, что мы можем здесь изучить. Гончарное дело. Шесть. Что у нас еще есть? Животноводство. Мы можем построить курган, лагерь, либо пастбище. Кстати, курган это у нас уникальная постройка. Позволяет строителям создавать курганы. Только с кифом. Курган добавляет веру. Плюс одно золото. Вер закажет соединение пастбищ. Строить на холмах его, к сожалению, нельзя. Вы знаете, я даже не знаю, что и делать. Гончарное дело. Нам надо амбар тоже построить непосредственно. Потому что у нас самое главное это еда. Поначалу. Судяки, ладно. Давайте сдадим вход. Посмотрим, где мы находимся. Вот здесь у нас на карте показывается рыба. Здесь у нас корабли. Это говорит о том, что рядом вода. Это хорошо. Хочу отметить, у скифов довольно интересная музыка. Сейчас у нас еще политический строй пойдет. Мы сейчас будем с вами делать. Сейчас посмотрим. Да, дорогие друзья, спасибо большое за ваши лайки. Если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. Отличаются тем, что они зарабатывают опыт, изучая окружающий мир. Благодарю. Так что, если вы впервые на канале, то обязательно подпишитесь. И да, кстати, напишите, вы как попали на канал-то, если вы впервые. Именно по этому видео. Кстати, у нас выходят разные видео по разным играм. Так, монумент, мне кажется, еще рано строить. Давайте все-таки, наверное, строителей сделаем. Строители, кстати, пропадают. После каждой стройки там по одному юниту пропадает, если я не ошибаюсь. Так, наши разведчики ждут наших приказов. Давайте все-таки авторазведку сделаем. Разведчики далеко не боеспособные, но не боеспособные, извиняюсь. Но они пополняют, то есть они получают опыт за счет государства. Будет полезно установить с ним дипломатические отношения. Возможно, следует направить туда посла. Прекрасно. Направим. Невероятно. Хочу отметить, что локализация здесь просто на высоте. Продолжает процветать. Люди богатеют, и население растет. Так, хорошо. Наш город богатеет, мы где-то нашли город-государство. А где-то город... А, вот он. Да ладно. Торонто. Друзья мои, нам надо как-то с ним потом сделать... Наладить, вернее, дипломатическое отношение. Может быть, даже и торговлей займемся. Кстати... Наверное, он в руках умелого гончара бывает счастлива. Это точно. Так. А второе мы уже с вами животноводство сделаем. И сейчас через четыре хода мы наконец-то с вами сделаем строителя. Ну, давайте, ребятки. Покровка. А мы можем переименовывать интересы своих городов? Вроде бы да. А где-то полициональный курс может принести немалую выгоду. Закон устанавливается не мудростью, а приказанием. Так, сменит политический курс. Вот. Это самое главное. Увеличивает опыт развитительных юнитов. Также есть у нас плюс пять к боевой мощи юнита против варваров. Это, собственно, самое стандартное производство во всех городах плюс один. И веры и золото в столице. Все-таки давайте производство наверное сделаем. Тем больше производства, тем быстрее мы будем строить те или иные издания. Так, обследование. Давайте еще политический курс поменяем. Да, я согласен. Будем опыт поднимать своим разведчикам. Мастерство. Восемь ходов. Международная вернее торговля. Совместная война. Морское судоходство вернее и караван. Золото от всех торговых путей. А давайте вот это тоже начнем делать. Наши зрители обнаружили еще одно мирное племенное поселение. Я предлагаю отправить туда разведчиков. Давайте пообщаемся с ними. Прекрасно. Здесь у нас еще бойцы как-то. Подождь, стоп. Подождите. Я не тех, походу, отправил. наконец-то выследили, откуда осуществляют набеги на наши земли варвары. Нужно уничтожить их оплот, иначе грабежи не остановить. Этот юнит достойно показал себя в бою и заработал достаточно опыта для повышения. Чем мы наградим этих доблестных воинов? Разведчики еще ни с кем не бились. Они просто-напросто нашли нейтральное племя. Так. Ускоренное передвижение по лесам и джунглям. Давайте по холмам сделаем и равнинам. Вроде бы там было написано. Так. У нас строители готовы. Превосходно. У нас доступен амбар. Давайте все-таки поселенцев сделаем, а потом уже строительством и займемся. А где наши строители? Уинстон Черчилль. Собственно самая знаменитая фраза, да? Ну что ж, ладно. Отведем своих бойцов. Что это за просьба? Новое задание. Город государства нанять великий писатель. Чувак, мне же далеко от этого великого писателя. Давайте все-таки отправим своих бойцов назад. Посмотрим, что мы можем изучить еще. Горно дело. Три хода давайте изучим по-быстрому. Так, а вы идите и следуйте. Куда вы пошли? Легко попасть во вражескую зону контроля, которая ограничивает перемещение. Ясно, благодарю. Юнит ждет нашего приказа. Лошади, ну что ж, давайте идите строите. Здесь у нас рекомендации получается пастбище. Невероятно. Ну что ж, бойцы, дорогие друзья, смотрите, мы сейчас у нас было три строителя, сейчас осталось два строителя, после того, как мы начали возводить эти постройки. Постройки начали возводиться мгновенно. Но это не считая тех постройок, которые, например, там, мы будем строить внутри города, либо там пригород какой-то строить. Я вам покажу, как это делается. Так, горное дело, мы вроде бы еще амбары, амбары мы можем строить, интересно. Курган мы, кстати, здесь можем поставить. Отходим чуть-чуть назад. авторазведку сделаем. Алмазы. Гипс. Ребята, редкий ресурс. Вышел бы доверие, чем жена угольщика. Это точно. Так. Горное дело мы с вами сделали. Орошение. Орошение. Ну, не знаю, орошение стоит. Письменно тоже. Астрология. Что у нас еще есть? колесо. Мореходство. Обработка бронзы. Изучив это дело, мы получим копейщиков. Кстати, мы можем прямо сейчас из копейщиков и начать, да? Хотя, с другой стороны, орошение тоже нужна вещь. Либо стрельбу из лука. Хорошо, погнали, орошение сделаем. Юнитин у нас. А, у нас уже поселенцы готовы. Прекрасно. Все-таки давайте еще одних воинов сделаем и начнем строить урган. Как это интересно будет выглядеть, да? Так, а если мы своих поселенцев давайте все-таки объединим с поселенцами на всякий случай. Вдруг там будет какая-то проблема у нас, да? И посмотрим где-то на северо-запад сходим. Посмотрим, может быть, там какие-нибудь интересные вещи. Мне нужно, мне нужен город возле воды. Так, здесь носить мы ничего не будем. Здесь у нас бананы. Бонусный ресурс требуется орошения. К сожалению, недоступно. Давайте пока здесь рудники построим с вами. Опа! Вот оно, собственно, и это самое нормальное место подходящее, мне кажется. Да, здесь у нас будет и мореходство потом еще попозже изучить. торговый путь, который положительно скажется на нашей экономике. Для этого нам потребуется торговец. Полагаю, у торговли есть и положительные качества. Она объединяет мир. Да, для торговых путей нужен торговец. То есть, это не как было в прошлой версии цивилизации 5, кажется, да, где там торговые пути, дороги строили непосредственно строители. А теперь дороги прокладывают именно торговцы. Это довольно очень важный момент. Если кто не знал, как это дорога прокладывает, то это так делается. Так, золото от всех торговых путей. Давайте все-таки оставим пока, не будем менять ничего. Посмотрим, что мы здесь можем еще изучить. Мастерство 26 от 4 сходов. Здесь у нас мастерство. Что дает? При создании строителей производство увеличится на 30% плюс 50% производства при подготовке юнита ближнего и дальнего боя древнего мира и античности. Поехали. Нам, кстати, уже нужно думать о новом городе. Я надеюсь, у нас здесь выход в море будет. Или мне кажется, все-таки чересчур у нас довольно так город находится рядом друг с другом. Монумент торговец сделаем пока что. Так, бойцы, охраняйте. Строители. Строители пойдут добывать пищу. Строить фермы. Что у нас там с разведчиками? Интересно, довольно такая карта получается. Так что, друзья мои, игра не только за счет там как... Блин, здесь у нас враги, да? Ладно, давайте отойдем пока. Посмотрим здесь, что у нас тут происходит. Здесь у нас довольно интересные ресурсы. Вот как раз здесь мы, наверное, поставим с вами второй город. Так, прекрасно, погнали. не задерживаемся. Отлично. Что там такое произошло? Так, город. Город, город, я скучаю. Может быть, все-таки давайте, наверное, вот сюда вот встанем. Кстати, там тоже есть стратегический ресурс находится. Либо здесь, либо там. Давайте все-таки вот сюда вот встанем, вот здесь мы будем основывать город. Прямо вот здесь вот луга, стоимость перемещения плюс один. Так. Хорошо. Сдаем ход. Рожь, молодцы. Все-таки приятная игра. Я вчера сел, думал, дай-ка на полчаса зайдут. за блесенье или орошение страны достойен не меньшего почета, чем ее завоеватель. Это точно. Это точно. Так, показать пути. Друзья мои, у нас появился поторговый, и прямо сейчас мы можем проложить торговые пути. Давайте посмотрим. Преслав и либо Хатуса. Если мы в Пресла будем идти, то мы будем получать, конечно же, производство плюс один и плюс три золота. Если в Хатуса плюс три золота и плюс одна в науке. Угу. Давайте золото и науку, наверное, да, сделаем. У нас, в принципе, с золотом нет проблем никаких. Подтвердить. Проложить путь. Невероятно. Хорошо, дорогие друзья. Поехали дальше. Заходим сюда, и вот здесь мы с вами как раз сможем основать еще один, второй город. Прекрасно. У нас теперь есть крабы. Крабы. Звучит, конечно, прикольно. Так. Ну, еще и некоторые редкие ресурсы. Посмотрим, что мы можем еще изучить. Колесо. Мореходство. Пора уже изучать. Ну, и, конечно же, уже пора думать про оборонку. Мы можем, кстати, висячие сады построить. Это у нас чудеса света. Базовая стоимость 180 производства. ускоряет рост во всех городах на 15%. Можно построить только рядом с рекой. Я даже не знаю. Нам лучше нам вот рекомендуют амбар построить. Плюс одна пища и плюс два жилья. Давайте все-таки рискнем. Висячие сады у нас только одно место доступно. Здесь мы можем построить. Да, я знаю, что это удалит. Подождите, вот так вот. Пошел строительство. 15 ходов. Как раз мы построим первый монумент. А вот здесь вот я не помню, как лучше можно было нанимать бойцов. Вернее, развивать тот или иной город. построив монумент, мы получим всего лишь два культуры, да? Заход. А здесь у нас пища плюс один. Либо все-таки стоит, наверное, построить... Давайте... Блин, монумент стоит, не стоит строить. Потом нам надо будет еще одного торговца сделать, чтобы он проложил пути между этими городами. Чтобы ресурсы могли приходить к нам с нашей столицы. Если я правильно понимаю. Друзья мои, пишите свои рекомендации, здесь у нас находятся бойцы. Давайте их быстренько разобьем разведчиков. Ползин мы его не разбили, но нанесли ему сокрушительный урон. Прекрасно. Половину урона он уже поглотил. Отлично. Ваши воины урон до 20, так таковали урон 49. Нет, мы уже не успеем, так что давайте обратно вернем своих бойцов. укрепиться до полного восстановления. А вот я по поводу того, что могут ли наших торговцев перехватывать или нет. Смотрите, уже пошел процесс строительства дороги. Это наша дорога будет проходить на север, в сторону Хаттуса. Мы, кстати, в самой северной части можем было, в принципе, еще и попытаться вообще вот это все дело оккупировать в будущем. Если нам дадут, конечно, это сделать. Так, здесь у нас пираты. Это очень плохо. Ладно, идите возвращайся обратно. Назад. Я пока еще ни одну фракцию не нашел. Хотя, рано или поздно, я с ними, возможно, и встречусь. Фух. Хорошо так начинается, да, пока? Вдохновление. Улучшение касается не только земель, но и водных просторов. Нужно найти способы использовать ресурсы у наших берегов. Обязательно растет, но для новых подданных места все меньше. Нужно как-то увеличить объемы жилья. Мне не противно. Амбары надо построить. Но жизнь на море куда лучше. Хорошо. Колесо, письменность, плюс 4, стрельба из лука. А потом еще по морской теме продолжим. Так, нам нужны рабочие. Сейчас мы после висячих садов мы, наверное, построим рабочих еще наймем и отправим их во второй город. Там они намного быстрее будут наниматься. Именно в нашей столице. Так, 7 ходов осталось, да? Смотрите, уже идет процесс строительства. Дает нам полезные вещи. Например, плетеные корзины для пикников. Давайте все-таки создание строителей. Что у нас тут есть? Караван, караван, так. Поменяем политический курс. Нам нужен строитель, друзья мои. Срочно, срочно, срочно. Военная традиция. Сделаем. Вообще, там есть очень много гайдов. Я вот недавно почитал на официальном сайте. Можно заранее себе поставить какие-то курсы и заранее какие-то политические решения принимать, чтобы поднимать ту или иную фракцию. то есть для каждой фракции для каждого момента для каждого случая есть свои отдельные решения. Вот здесь вот, конечно, чуть-чуть сложновато. конечно, углубиться в игру, то можно ее понять. Мхатуса, воины. Ни хера вы там какие крутые. Они походу там разгоняются их подряд, да? У нас проблема. Так, ладно, 4 хода. у нас там монумент строится будет еще полвека, наверное. Так, 2500 до нашей эры. Это точно. Так, верховая езда. Скифы, конечно же, верховая езда это самое главное. Изучаем верховую езду. Дубасид Влад самого крутого шеребца на свете, Вася. Я беспокоюсь о настроениях граждан. Советую задуматься, каким образом мы можем сделать их счастливее. Храмы. Храмы надо строить. Давайте добьем этих ублюдков. Ходят они тут гуляют, ептать. Так, собака осталась. А, нет, смотрите, все, разведчика мы с вами чпокнули. Хорошо, прекрасно, сейчас осталось второго разведчика еще чпокнуть. Не знаю, разведчики могут вообще нам как-то я не знаю, как-то вот... Кстати, давайте что-нибудь купим еще. все-таки мне кажется, рабочих лучше купить, мне кажется, да? Сколько строителей стоит 140 золотых монет? Нет, мне кажется, не стоит этим пока заниматься. надо монеты хранить на тот случай, если кто-то нас попытается оккупировать. Блин. Ладно, сейчас мы все часады сделаем, все будут довольны. Один ход остался, друзья мои. Хотя в развитии я очень сильно отстаю. ух ты, да тут тоже довольно интересные ресурсы. Давайте скифаем. Два города осталось. О, пошла жара, смотри, там пираты. Вот это наверняка. постоянно работающая цепь подъемников, посредством которых люди, специально назначенные на эту работу, подают воду из Евфрата к деревьям и кустам. Невероятно. Висячие сады, наконец-то, готовы. Давайте посмотрим, какие, вспомню, какие они бонуса нам дают. так. Хорошо. Где тут можно посмотреть-то ептать. Чудеса. Так, у нас дворец. Я забыл, ну, там в Википедии как-то можно смотреть в игре, да? По поводу этих висячих садов. Сложно с коня стоит. Ладно, хорошо. Потом чуть позже посмотрим. Так, ну что ж, у нас здесь проблемы кое-какие. Давайте все-таки начнем делать лучников. Потом у нас конница скоро будет, верховая езда готова. И посмотрим этих бойцов, сейчас попытаемся их разбить. Вообще нам надо их лагеря просто снести полностью, потому что они нам сейчас житья не дадут. Что там разведчики опять что-то тупанули. Я не склоню так ранее империя кстати должен уменьшать стоимость покупки клеток на 20% плюс 50% производства при создании поселенцев и попросить державу разрешит вам вашим юнитом перемещаться по ее клеткам до территории. ну давай поминус мне кажется все-таки давайте лучше сделаем там содержание потом сразу поменяем политический курс прекрасно о да ладно все-таки решились они нас атаковать сразу увидели чудо света кстати у нас есть опыт вот это плохо вот это плохо друзья это очень плохо я понял хорошо доступно новое повышение черепаха боевые мощи при обороне от дальнобойных атак также к боевой мощи против юность ближе боя и дальнего боя давайте все-таки это сделаем чё там жесть получается хорошо ладно чё там лучники то пришли нет добили их да ладно молодцы плюс трик опыта еще прекрасно мы создали первый юнит способный атаковать противника издалека не вступая в рукопашную это прекрасно лучников оставляем человек верхом на лошади морально и физически выше пешего человека а так вот минус один разведчик смотрите какая красота друзья морально и физически выше пешего человека это точно так у нас закончилась верховая езда давайте посмотрим сейчас у нас колесо каменная кладка таран надо что-то с мореховством делать судостроение квадрилема юнит типа повышение дальний морской бой базовая стоимость 120 производства обслуживание 2 золота у нас плюс 6 золота да судяка ладно нам надо может быть мы с вами купим сейчас посмотрим здесь у нас поселенцы еще есть разведчики торговец мы хотели торговца сделать второго так ну что бойцы воины наши умнички просто посмотрим здесь монумент гребаный восемь ходов может все-таки купить его нам надо галеру еще сделать нам надо мы можем приспешить галеру купить но это блин это очень много денег то этот гребаный монумент тоже все-таки давайте достроим сейчас короче говоря сейчас мы торговца сделаем и попробуем проложить путь у меня конечно развитие довольно плохое я так понимаю блин курган захватили так ладно обстреливаем их полностью давайте лучники работаем торговец сейчас появится они нас атаковали сами кстати можно в принципе и не уничтожать их ой прачники пришли твою налево так ладно бойцов тогда отправляем на прачников мы сейчас их в принципе должны перебить сколько там прачников осталось еще вообще мало вообще мало и обстреливаем вот этих вот бойцов отлично минус один отряд так поселенцы монумент ну давайте все-таки монумент сделаем потому что так вот он кстати ребята смотрите теперь у нас есть второй город мы его можем соединить если мы его соединим мы получим пищу от районов города черт томлык ёптать язык сломаешь кстати древний город я как-то про него читал только вот я не знаю смогут ли нас перехватить эти вражеские бойцы если и наш торговец попытается сделать проложить вернее дорогу хотя стоп торговец считается как нейтрально его по идее никто не должен трогать но я надеюсь на это дело залп к дальнобойной мощи против наземных юнитов качаем после прокачки юнита мы его использовать не можем да ладно делаем прачников добиваем отлично минус один отряд прекрасно пошла прокладка дороги после прокладки дороги торговец пропадает его начинает торговать между этими зонами так поселенцы строители амбар строим вполне верято что я неправильно начал конечно же я имею ввиду в плане того что я начал строить чудеса света но с другой стороны чудеса ты один раз построил и все я считаю так если у тебя есть возможность строить чудес чудо света вернее да то строй делай ну и конечно же развивайся параллельно другие города так мы сейчас скоро с вами соединим этот город и посмотрим что из этого получится заинтересованный персонал не менее важен чем положительный баланс содержание юнитов вымешается на 1 за единица заход на каждый юнит я надеюсь и кораблям тоже это относится ну что ж ладно в принципе у нас довольно хорошее такое начало получилось развиваемся мы слишком медленно я все таки думаю но друзья пишите свои комментарии свои советы как лучше развить свою империю будущую и подписывайтесь на канал если вы впервые ставьте лайки желаю вам удачи до скорых встреч музыка просто невероятно субтитры субтитры субтитры